Газовые долги жителям Чечни списать. Такое решение принял заводской суд Грозного. Соответствующими требованиями к Фемиде обратилась местная прокуратура. Сразу после беспрецедентного постановления депутаты нескольких регионов попросили юристов изучить опыт чеченских коллег. Наш не стал исключением. Глава думской фракции ЛДПР Дмитрий Шелякин направил обращение прокурору Ивановской области Андрею Ханько с просьбой обратиться в суд и потребовать списать коммунальные долги жителей края. Если будем говорить в контексте Газпрома, ведь Газпром спекулирует и манипулирует регионами, вот этими указывая на эти долги. То есть угрожая там какими-то судебными делами, лоббируя какие-то свои интересы, опять же ставив под вопрос газификацию и программы какие-то. По мнению парламентария необходимо списать долги не только за потребленный газ, как в Грозном, но и вообще за все услуги ЖКХ. В Чечне прокуроры сочли, что задолженность является безнадежной к возврату, а требования об оплате создают в обществе социальную напряженность. В Иванове, полагает Шелякин, не оправданы высоте тарифы и слишком низкие зарплаты. Квитанции ложатся на граждан тяжким грузом. Мы видим, как растут цены в магазинах, мы видим, как дорожает жизнь. Это все, что необходимо для жизнедеятельности человека. И когда встанет у граждан вопрос холодильника или платить тарифы, которые индексируются по два раза в год, которые просто становятся неподъемными, а мы еще будем не забывать, что Иваново входит в топ самых дорогих регионов по ЖКХ, то, конечно же, эти долги будут расти и граждане примут решение выживать, а не платить. Чеченские события вызвали широкий резонанс в СМИ. После этого генпрокуратура выступила против коллег в республике и потребовала поддержать апелляцию «Газпрома». Судя по всему, фактического списания задолженностей ни жители Чечни, ни других регионов не дождутся. К слову, в Ивановской области физические лица должны «Газпрому» более 90 миллионов рублей. Основным механизмом взыскания данных денежных средств является удержание заработной платы и новый доход должника. Порядка 24 миллионов за счет этой меры удалось взыскать. За счет применения мер по списанию денежных средств с расчетного счета должника, за счет применения мер по ограничению на выезд за пределы Российской Федерации. Тенденция по сравнению с 2017 годом и прошлыми годами, к сожалению, следует констатировать, что она увеличивается. Количество исполненных документов, предъявляемых на исполнение по этой категории, увеличивается от года в год, ну и, соответственно, сумма взысканная растет. Газовая амнистия вряд ли улучшит положение граждан и уж точно ухудшит экономическое состояние ресурсоснабжающей организации. Простить долги неплательщикам будет, пожалуй, несправедливо по отношению к добросовестным гражданам без задолженностей. В оценках этой истории люди разделились на два ладеря. Одни уверены, что газовому монополисту ничего не стоит простить людям долги. Другие считают, что подобный прецедент спровоцирует еще больше рост задолженности. В самом «Газпроме» ситуацию никак не прокомментировали.